Зимние военные кампании традиционно считались более сложными, чем летние. Низкие температуры требуют дополнительных усилий для сохранения боеспособности и здоровья. Намного сложнее содержать лошадей и военную технику. Видимость становится хуже, световой день короче, снег и гололедица затрудняют любые передвижения. Снабжение войск значительно усложняется. Им жизненно необходимы топливо, теплая одежда и обувь, горячая пища, теплое жилье. Техника и оружие часто отказывают при минусовых температурах. Война в зимних условиях становится причиной респираторных заболеваний и обморожений. Во время Первой мировой войны солдаты враждующих армии в Европе массово страдали от траншейной стопы. Холод и малоподвижность становились причиной серьезных проблем с ногами, часто приводивших к ампутациям. Зимнее отступление армии Наполеона из Москвы превратилось в беспримерную для той эпохи катастрофу. Считается, что холод, голод и болезнь уничтожили около 200 тысяч солдат и офицеров. Вдвое больше, чем ядра и штыки. Дорога и придорожная полоса с обеих сторон были усеяны трупами раненых, погибших от голода, холода и нужды. Даже на поле битвы никогда нельзя было видеть таких ужасов. В европейское средневековье и новое время солдаты враждующих армий обычно проводили холодное время года на зимних квартирах, чтобы возобновить кампанию с приходом тепла. Тем не менее, зимние военные кампании сражений проводились регулярно. Умелые полководцы были способны использовать преимущество холода. В 1700 году король Швеции Карл XII на голову разгромил намного более многочисленную русскую армию под Нарвой. Он атаковал в метель. Снег бил шведам в спину, но слепил противника. В 1809 году русская армия успешно атаковала Швецию, воспользовавшись тем, что замерз Ботнический залив. Зимние кампании сыграли решающую роль в победе США в войне за независимость. В рождественскую ночь 1776 года армия Джорджа Вашингтона внезапно переправилась через реку и атаковала британские части в городе Трентон, штат Нью-Джерси. Противник не ожидал нападения. Это было первое крупное поражение британцев. Одним из решающих моментов войны за независимость стала зимовка армии восставших колоний в долине Виллифордж в Пенсильвании. Джордж Вашингтон понимал, что только наличие боеспособной армии гарантирует выживание нового государства. Главными козырями американцев, противостоящих мощнейшей империи мира, остаются гигантские территории, которые британцы не способны контролировать. Зимой 1777-1778 года Вашингтону было необходимо держать в тепле и кормить своих подчиненных. Зимой и при отсутствии нормальных дорог его армия оказалась на грани катастрофы. До двух тысяч человек умерли от голода и болезней. Однако Вашингтон сумел не только сохранить, но и обучить свои войска при помощи европейских инструкторов, в результате чего война была выиграна, и на политической карте мира появились Соединенные Штаты Америки. Во время обеих мировых войн в теплое время года наступление проводилось больше, чем в холодное. Распутятся и холода существенно замедлили наступление германских войск в 1941 году, благодаря чему Красная Армия выиграла битву за Москву. Вермахт не имел достаточно зимнего мундирования, а его техника, предназначенная для компании в Европе с ее более умеренным климатом, с трудом переносила низкие температуры и не была способна передвигаться по глубокому снегу. В Германии имелись чаще специально подготовленные и экипированные для войны в приполярных условиях, однако они были немногочисленны. Спокойно лежать под шквальным огнем неприятеля, на земле, в грязи, сырости и холоде, без пищи и воды, или, набившись битком в убежище, ямы и подвалы, ждать там превосходящего тебя по силам противника, бросаться из надежного укрытия в атаку на стреляющего по тебе врага, всегда иметь перед глазами смерть. Вот дело, достойное настоящего мужчины. Одной из войн, которые протекали параллельно Второй мировой, стала Советско-финская или Зимняя война. Гигантский Советский Союз атаковал маленькую Финляндию, у которой практически не было танков и боевых самолетов. СССР победил, но понес колоссальные потери, в первую очередь из-за неготовности к действиям в зимних условиях. На начальном этапе в наступление были брошены части, одетые в обычные сапоги и шинели, которые не спасали от холода. Только в результате обморожений Красная Армия потеряла шесть дивизий. Для уничтожения советских войск, занявших позиции, финны наносили удары по полевым кухням, единственному источнику горячего питания. Десятки тысяч советских солдат погибли от переохлаждения. В результате Сталинградской битвы 1942-1943 годов были практически полностью уничтожены две германские армии. Впервые в истории в плен попал германский фельдмаршал. Германия и ее союзники потеряли около миллиона солдат убитыми, ранеными и обмороженными. От холода страдали все. Однако на определенном этапе он оказался союзником Красной Армии. Советская бронетехника была лучше приспособлена для действий в этих условиях. А в решающий момент битвы Волга замерзла, что позволило наладить снабжение гарнизона Сталинграда и наступающих войск. Гигантские потери вермахта оказалось невозможно восполнить. Сталинградское сражение стало переломным моментом Второй мировой войны. В свою очередь Германия попыталась воспользоваться холодами, чтобы остановить наступление союзников во Франции. Зимой 1944-1945 года был нанесен танковый удар в Орденнах. Зимняя погода сыграла на руку вермахта и на начальном этапе германское наступление имело успех. В течение нескольких дней наша огромная авиационная мощь не использовалась, поскольку самолеты были прикованы к земле из-за сильной облачности и густых туманов. Мы лишались важнейшего преимущества. Погода благоприятствовала нашему противнику, и это было равносильно тому, что он получал в качестве подкрепления много дополнительных дивизий. После окончания Второй мировой войны в зимних условиях проходило относительно немного военных кампаний, в частности Корейская, Фолкленская и Первая Чеченская войны. В феврале 2022 года Россия начала вторжение в Украину, однако наступления на Киев и Харьков были отбиты. Блицкрига не получилось. Субтитры создавал DimaTorzok